Что, ребятки, всем привет! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Так, что мы сегодня с вами перекусим? Рыбку форель я сегодня купила. Обалденно, наверное, вкусная. Так, значит, она у меня здесь с овощами. Цветная капуста, помидор, лук. И сверху вот положила. Честно, я для красоты только кладу розмарин, потому что он мне по вкусу как-то не очень. Здесь у меня вкусненький салатик. Это тунец, копченое яйцо. Для себя открыла, кстати, с копченым яйцом. Очень вкусно. Лук, помидор. И все, наверное. И перчик. Говорила, не говорила. И лимон. Так, меня давно не было. Не обижаемся. Мне некоторые там уже прям с упреками. Ребят, у всех же есть своя личная жизнь. Вы же должны это понимать. Так, и томатный сок. За стеной у меня целая артиллерия людей. Это мой муж, потому что он в отпуске. И Захар. Не знаю почему, не люблю так снимать. Но придется. Так, в общем. Всем приятного аппетита, ребят. Давайте попробуем, что же у нас здесь получилось. Давайте на этот. Я, наверное, буду кушать с ручками. Так будет вкуснее. Горяченькая она еще у меня. Форелька. Немножко подвинусь. Ну, отвал башки, конечно же. Что я могу сказать. Так, для... Для косточек у нас будет просто салфеточка. Так. Давайте попробуем, что же здесь у нас. Так, капусточка пропеклась хоть. Должна была. Угу. Ну, помидор, конечно же, пропекся. Я не совсем по-традиционному запекала форель, потому что я ее все-таки мариновала. Я знаю, что сейчас скажут, господи. Такую рыбу не то, что не надо мариновать, просто соль, перец и все. Я знаю, это уже так очень часто делаю, но сегодня мне захотелось ее промариновать. Значит, там у меня был мед, горчица, соевый соус, сок лимона и перец. Очень вкусно. Лучок. Я такую, типа, луковую подушечку сделала. Так, ребята, где же я была? Я уже говорила, а те, кто не знают, кстати, подписываемся на мой телеграм-канал, и вы будете узнавать, почему меня нет, где я, что я и... Ну, кому это интересно. У меня у сестры был день рождения. Да, я говорила, по-моему, в последнем видео, что мы собираемся. Это был мой первый выходной. Мы сходили на день рождения, очень так продуктивно, очень круто. Здесь покажусь и не забуду, какой мне сделали макияж. Я у этой девочки уже делала макияж неоднократно, вообще мне очень нравится. Было, наверное, 40 человек, тамада, то есть там гулянка полным ходом. Ну и, естественно, очень многим захотелось продолжить и поехать на дискотеку. А так как многие были не из города, кто-то из Мозыря, кто-то из Минска, а мы же такие знатоки, ну и все. Гуляй, душа. Мы все поехали в заведение, короче, мы с Никитой, Захар поехал к маме. Ну, мама тоже с Захаром была на дне рождения, ну, потом как бы они поехали к маме ночевать. А мы, наверное, приехали домой, ну, часов в 5 утра. Вот. Поэтому вы понимаете, что второй мой выходной, я просто валялась дома, и, честно, мне было лень что-то делать. Вот и все. Потом я два дня отработала, и вот теперь мой выходной, и я снимаю. Поэтому, так что, ребятки, обижаться не надо. Что еще? Вкусно. Очень. Так, салатик. Я салатик уже пробовала. Салатик тоже отвал башки. Вообще. Почитаю истории. Там мне девочки уже отправляли, отправляли. Я, наверное, зачитаю даже две. Никита что-то бубнит там уже. Горячо. 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 Так, ну что, конечно же, самый обсуждаемый сериал «Слово пацана». Я не хочу говорить о том, что какой он там хороший, либо плохой, либо еще что-то, как сейчас все. Он мне очень понравился. Прямо зашел, как никогда. Я давно не испытывала такого удовлетворения от просмотра фильма или сериала. Но хотят там закрыть, там в Татарстане подняли кипиш. Я хочу просто так выразить свое мнение. Я не понимаю, откуда такой кипиш, будем так выражаться. То есть, если все остальные фильмы по каким-то соображениям, то есть вы, ну, понимаете, из-за чего хотят его закрыть, да? Конечно же, это из-за того, что там это влияет очень на детей. Там уже случился какой-то не очень хороший, как сказать, конфликт. Ну, как конфликт, там, по-моему, убили ребенка 15-летнего со словами типа что-то про район. Как оказалось, это абсолютно было не связано. Те люди, которые это совершили, они даже не смотрели этот сериал. Поэтому тут уже тоже большие вопросики. У меня один вопрос. Если действительно его хотят закрыть по каким-то соображениям, да? По тем соображениям, что это показывает вот эти все, чтобы ребята не собирали группировки и все остальное, что это не нормально. У нас очень много примеров таких сериалов и фильмов. Почему в свое время так все любили «Бригаду»? Причем мне, честно говоря, со времен «Бригады» мне не нравился так ни один сериал, как этот. «Бригада» тоже показывала о каких-то не совсем нормальных действиях, да? То, что с помощью, то есть авторитет вы могли получить только с помощью каких-то бандитских там движений и тому прочее и тому подобное. Поэтому для меня это совсем непонятно. Есть еще один фильм, то ли сериал «Восьмерка», который идентичный «Слово пацана». Там тоже про группировки, там тоже про все остальное. Большой вопрос. И еще, если вы уж так боитесь. Во-первых, понятно, что все многие пишут и говорят, что это 18+, не нужно показывать детям. Но дети сейчас могут сами все найти и посмотреть. А почему тогда вас не смущают фильмы про эскортниц? Причем очень жесткие российские фильмы. Вот та же «Жизнь по вызову», которую мы смотрели, там, где эскорт показывают из постельной сцены в таких ракурсах, что даже я такого не знала, да, будучи уже взрослой девушкой. Когда там просто бегут с оружием мужики за эскортницами по лесу, извините, голые эскортницы бегут. Их убивают просто из пистолета. Почему эти фильмы разрешают показывать? Ну, у меня много вопросов. Честно, мне очень понравился этот сериал. Очень. И я жду вот завтрашней серии. Я надеюсь, его не закроют. Там буквально три серии осталось. Ну, понятно, что второго сезона никакого не будет. Да. Я, возможно, чего-то не понимаю и в чем-то не права. Так, сейчас почитаем. Вкусно. Так, истории. Тут такой, наверное, и истории вопрос. Так, Фатима. Фатима, тебе огромный привет. Девочка мне очень часто пишет. Так, Оля, что ты не позволяешь на первом свидании? Какие красные флаги для тебя на первом свидании? Но если представить, что ты не замужем, как понять, что ты понравилась после свидания? Целовалась ли ты сразу на первом свидании? Считаешь ли ты это нормальным? Что не позволяю на первом свидании? Ну, как, все. Никаких там тактильностей, ничего. Я этого не позволяю. Считаю это ненормальным. Это вообще чужой для меня человек. Поэтому, ну, хихиха-ха. Мы поговорили, мы посмеялись и все. По поводу, какие красные флаги для меня. Ну, когда человек несет какую-то чушь, когда он какой-то странный, подозрительный. Ну, ведет себя как-то. Такого прям ничего. А, ну, честно говоря, не буду скрывать. Возможно, это как-то не совсем. Когда там человек одет как-то. Ну, вообще ужасно. Знаете, приходит там какой-нибудь совсем. А, красные флаги. Сейчас скажу. Это когда человека воняет. Неприятно пахнет. Из любого места. Да? Когда человек неопрятный. Вот что для меня самое главное. Вот. И я всегда смотрю на пальцы. На пальцы рук. Всегда. И вы знаете, это, конечно, даже не дело в том, что они грязные. Понятно, что какие грязные. Чтобы они были аккуратные. Мне хотелось бы, чтобы ногти были красивые. Это ужасно. Но у меня какой-то вот есть фетиш по этому поводу. Вот есть. Правда. Так. Целовалась ли ты сразу на первом свидании? Нет. Никогда. Я и говорила, что у меня это свидание. Там раз-два я обчелся был. Ну, вот с Никитой даже. Вот когда был у нас... Ну, с ним. Вот вспомню только про него. Когда у нас было первое свидание? Нет. Абсолютно. Мы выпили кофе. Он меня привез домой на машине. Я вышла. Все. Пока-пока. И все. А, по-моему, на втором уже да. Так. Если честно, давно... На балансе свиданий живу за границей. Наболела, может. В свидании живу за границей. Решила пойти на свидание. Я была на свидании. Парень очень понравился. Он кавказец, который родился в Европе. То есть, он достаточно нетипичный для Кавказа мужчина. Все было здорово, но он начал лезть ко мне. Я не успела его оттолкнуть, так как получилось, что я оказалась у него дома. Чего? И мне с ним как бы понравилось. Но я начала задумываться, не было ли это слишком. И как-то это нарушение границ. Хочу сказать, что мне стало стыдно. Так как до этого я не ходила к парням домой, как это неприлично для меня. Но тут... Я даже не знаю, как так получилось. Мы провели время в кафе, затем в баре. И вообще поняла, как такое могло произойти. То, что я к нему поехала. Парень мне сильно понравился. Но я думаю, раз он начал ко мне лезть, трогать, целовать, думаю, такое на первом свидании недопустимо. А что ты думаешь об этом? И это показывает, что парень несерьезно относится. Я как бы не из религиозной семьи, из строгой мусульманской. У нас вообще такое не принято. Домой и всякое такое. Но, честно, я как-то растерялась. С ним захотелось каких-то вещей, которые с другими не испытывала. Я почувствовала, что у меня крылья выросли не потому, что влюбилась. А так как многие вещи личные для меня под запретом. В детстве. И я вроде бы как хотела уйти в отрыв. Это не прям история. Просто хочу порастужать. Стала ли ты общаться с таким парнем? И что ты себе никогда не позволишь на первом свидании? Как понять, что парень несерьезен? Если бы прям стала лезть... Ну, во-первых, если бы стала лезть с напором, и я бы этого не хотела, это сразу фу. Для меня. Но если он вам понравился, да, и вы захотели как-то действительно... Вы же ничего такого не сделали, я так поняла, ничего интима там не было. Ну, поцеловались. Ну, потрогал он вас. Вам было хорошо, вам было приятно. Он вам очень понравился. Да ничего здесь такого нет. Не надо слишком загоняться по этому поводу. И когда, знаете, вы тоже вот иногда там спрашиваете советы, мы или еще... Мы же разные люди, да? Кто-то вообще не допускает ничего абсолютно просто так, потому что он воспитан. Кто-то... Но я вот в вашей ситуации не вижу ничего такого. Я не вижу что-то так прям... Что-то случилось прям... Глобальное. Но считаю ли я, что он несерьезен? Я тоже не могу сказать. Потому что все парни тоже разные. Есть парни, которые, в принципе, привыкли так жить. Для них это нормально. И наоборот, возможно, он показал вам свою какую-то... То, что вы ему очень понравились. Возможно, он просто так выразил это все. Все мы тоже можем выражать свои чувства по-разному. А это ничего не показывает. Вам просто нужно смотреть дальше, что как будет. Если он будет вам звонить, вы будете общаться, все будет хорошо. Да. Let's go. Так что вот так. Самая вкусная часть – это вот эти. Они такие жирненькие. Но я их вообще люблю. Вау. Косточки. Рыба, конечно, минус – это косточки. Если бы не эти косточки, было бы вообще все бесподобно. Ой. Жирненькая, а еще и подсушена. Класс. Давайте еще зачитаем одну ситуацию. Девочка, причем, написала мне из Гомеля. Да. Виктория Гомель. Вика, огромный привет. Спасибо за историю. Здравствуй, Оля. Хочу поделиться своей историей. Познакомилась с парнем. Он начал ухаживать долго и красиво. Позже узнала, что он живет с девушкой и ее ребенком. Конечно, меня это очень огорчило, так как уже к нему привыкла и даже влюбилась. Ему сказала, что все кончено, но он постоянно звонил и говорил, что это все серьезно с его, не серьезно с его девушкой и скоро они расстанутся. Понимала, что это неправильно, но уже была окончательно влюблена. Проводили много времени вместе. Она звонила ему и писала, когда он уходил из дома ко мне. И плакала. Но что я могла сделать? Он же мне тоже был нужен. Встречались больше года. А потом я узнала, что он сделал ей предложение. И они поженились. Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать. Я думала, окончательно отношения закончились. Он некоторое время не писал и не искал со мной встреч. Потом опять началось. На данный момент мы общаемся. Не звоню и не пишу первое. Жду его звонка или смс. Но я безумно его люблю и скучаю. Он говорит, что его родственники чуть ли не заставили его жениться. А на самом деле он все еще любит меня. Вот такая у меня история. Олечка, крик души. Хочется кому-то излить душу. Так. Запись идет, идет. Я читала эту историю. И меня вообще очень многое что смутило. Могу сказать честно. Потому что девочка из Гомеля. И вы знаете, я такая читаю, читаю. И такая думаю, боже. Я тоже там. Я думаю, господи. Если бы я была в такой ситуации. Со стороны той девушки, с которой он живет. Это, конечно, ужасно. Это просто отвратительно. С вашей стороны могу сказать одно. Смотрите. Что меня смутило с самого первого. Вот моего прочтения вашей истории. Вы же живете в Беларуси. Я правильно понимаю. То есть это не человек с Кавказа. И его заставить жениться никто не мог. Родители не могли привезти невесту. И сказать, что все, женись, сынок. Вас это никак не смутило. Только без обид. Я буду говорить просто вот честно. Свою вот точку зрения. Для меня это сразу какой-то мягкотелый чувак. Если он действительно вас любит. Тогда... Но это не мужик. Это ни о чем. Да? То есть если бы он любил. Он бы ушел к вам. Заставили жениться. И то, что он встречался во время того, как с вами строил отношения. Значит, ему просто было удобно. Я понимаю, что влюбиться можно. Вот в плане вот с вашей стороны. Может действительно у вас к нему сильное чувство. Вы прям не можете там от него отстать. Но не то, чтобы отстать. Ну как бы отказаться от него. Но вы же должны понимать, что это уже все. Он уже женился. И вы знаете, какую историю я еще вспомнила? Я однажды ехала в такси. И меня вез мужчина. Ну такой, лет сорока пяти. Сразу видно ходок. То есть их же сразу видно. То есть когда ты садишься, и начинается какой у вас запах. Шизопарфюм. Какая вы свежая, красивая с утра. Ну вот это вот все. Мутатень это. И, конечно же, я понимала, что сейчас будет диалог до моей работы. Это минут там 15-20. Я вся показывала, что я не хочу общаться. Ну его это не остановило. И вот он рассказывает, что он уже третий раз женат. На молодой. Ну как молодой. Ей, по-моему, 32. А ему там, ну что-то вот 45, по-моему. И говорит, знаете, в чем интерес? Я говорю, в чем? В том, что у меня было три жены, а любовница была одна. Которая до сих пор. Она была у меня, когда была первая жена. Она была у меня, когда была вторая жена. И сейчас она до сих пор со мной. Представляете, насколько предан человек. Он мне это говорит. У меня, конечно, волосы стали дыбом. Ну, я к чему это рассказываю? К тому, что, а вы не боитесь, что просто чувачку с вами очень удобно? Просто удобно. Возможно, вы там вообще все для него делаете. Он приезжает, вы там и готовите. И там, ну, сами понимаете, что. Вот и все. А с женой нынешней ему в какой-то своей степени удобно. Я же не знаю, как и что там. Может, она вообще там из богатой семьи. Поэтому мой совет. Бросайте его. Все, другого совета я вам дать не могу. Это вообще не дело. Просто не дело. И любите себя. Ну что, пупсики мои. Не соленый сок. Люблю, когда прям соленый. А этот нет. В общем, ребята, всем огромное спасибо за просмотр. Не забываем ставить пальчики, колокольчики, подписки. Пожалуйста. Телеграм-канал также. Ссылка в описании. Подписываемся. Всех люблю. Всех целую. Всем пока-пока.